Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевой Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 12 тысяч детей. В республике объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. И ансамбль «Редада» Карачаевой Черкесии выиграл гран-при международного фестиваля Sun City Fest. Далее подробнее об этих и других событиях. На состоявшейся встрече главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова с главой администрации Узьгутинского района Муратом Лайпановым рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципального образования. В настоящее время завершается строительство детского сада на 80 мест в Узьгуте. К августу закончится капитальный ремонт двух школ. Ведется также капитальный ремонт районного дома культуры и благоустройство двух дворовых территорий в Узьгуте и Московском. Мурат Лайпанов представил проект благоустройства центрального парка Узьгуте, который будет назван парком столетия Карачаевой Черкесии. Руководитель региона отметил, что проект интересный как с точки зрения современного паркового ландшафта, так и подхода дизайнеров к удобству и комфорту отдыхающих. Данный проект будет представлен на конкурс «Малые города России», итоги которого будут подведены в сентябре текущего года. В регионах Северного Кавказа проживает 10 миллионов 171 тысяч человек. Таковы предварительные итоги всероссийской переписи населения прошлого года. По количеству жителей Северокавказский федеральный округ занимает предпоследнее место в России, зато лидирует по приросту населения за 10 лет на 7,9%. По информации Росстата, в городах Северного Кавказа проживают 5 миллионов 153 тысяч человек, около 51%. В сельском местности 5 миллионов 18 тысяч человек, что составляет 49,3%. Сельское население превышает городское в Чечне на более чем 23%, в Карачаево-Черкесии почти на 17,5%, в Дагестане на 9,6%. 29 мая в Театре мюзикла в Москве были названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Ими стали 106 управленцев из 32 регионов России и трех иностранных государств. Представитель Карачаево-Черкесии, министр цифрового развития Валерий Медовы был признан суперфиналистом лидеров России, тем самым став единственным представителем Карачаево-Черкесии в четвертом сезоне конкурса. В первую очередь хочется отметить, что на протяжении всего мероприятия коллеги были не просто конкурентами, наверное, больше партнерами и проявляли компетенции сотрудничества. Один и тот же человек мог одновременно оказаться как конкурентом, так и твоим единомышленником буквально через несколько минут. Атмосфера была в высшей степени позитивная на всех этапах конкурса. Наверное, очень важно сказать, что такого результата, а в суперфинал попадал только один из 600 заявившихся на первоначальном этапе участников, удалось добиться благодаря поддержке жителей Карачаева-Черкесской республики. Я получил очень много сообщений со словами поддержки. Ну и, наверное, последние полтора года я работаю в региональных органах исполнительной власти Карачаева-Черкесии. Сначала заместителем министра, теперь министром цифрового развития. И, наверное, без вклада каждого сотрудника Министерства спорта, Министерства цифрового развития, всех коллег правительства, мне бы такого результата добиться не удалось. Вот абсолютно каждый за эти полтора года, общаясь со мной, взаимодействием, вместе решая какие-то проекты, помогал мне стать сильнее, делал меня лучше. В Карачаево-Черкесии стартует серия сельскохозяйственных ярмарок, посвященных столетию республики. Они пройдут во всех районах. По традиции, по ценам нижерыночных на 10-15%, свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители из различных городов районов республики, в том числе агрокомбинат «Южный», фирма «Сатурн» и аркин-шахарский сахарный завод. Первая ярмарка состоится в эту пятницу, 3 июня, в селе Курджиново Урупского района, начало в 8 часов. Ярмарка будет сопровождаться насыщенной концертной программой с участием творческих коллективов района. Региональным Минтуризмом объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. Многометровые подпорные стены, расположенные на пути следования к курортам Карачаева-Черкесии, будут разрисованы в стиле уличного искусства специально приглашенными художниками. Оформление конструкции вошло в число мероприятий, организуемых Минтуризмом к столетию республики. Изображения, которые войдут в общую концепцию рисунка, выберут сами жители, а доработают их уже профессионалы. К созданию общей концепции рисунка в стиле стрит-арт приглашаются дизайнеры и урбанисты, архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменять и улучшать общественное пространство. Авторские идеи, в том числе и в виде изображений, можно направлять до 15 июня на официальные аккаунты Министерства туризма и курортов. Для семей с ограниченными возможностями здоровья детей из семей беженцев из Донецкой и Луганской народных республик организовали большой яркий праздник. На территории конно-спортивной школы специально для ребят провели развлекательное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей. Ребят поздравили члены правительства республики, депутаты регионального парламента и Думы Черкеска, представители МВД и республиканского отделения партии «Единая Россия». Девчонок и мальчишек на площадках школы встречали аниматоры, к их услугам был аквагрим, летнее настроение создавало шоу мыльных пузырей, а также игры и конкурсы. Конечно же, в программе была верховая езда под присмотром инструкторов. А после всех этих развлечений можно было угоститься сладостями и напитками за праздничным столом, организованным активистами волонтерского центра «Единой России» и молодогвардейцами. В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 12 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Мы планируем отдыхом и оздоровлением детей занять более 12 тысяч. Это школьный возраст детей. У нас есть лагеря загородного пребывания и есть лагеря школьного и дневного пребывания. И мы задействуем детей не только в сменах в лагерях загородных и школьных, но еще и чтобы охват детей, которые могли бы отдохнуть, оказался максимально большим. Мы еще практикуем такую форму, как малозатратные формы отдыха. Это так называемый клуб выходного дня. В этом году мы охватили около трех тысяч детей нашей республики. Это загородные поездки с ночевкой в Дамбай. И мы возили также детей с экскурсионной программой в город Пятигорск, по Лермонтовским местам музея истории и так далее. Этим летом планируется открыть шесть загородных лагерей и один палаточный, и 96 школьных лагерей дневного пребывания. Всего 103 лагеря. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячие линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Хабейском районе выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. От COVID-19 здесь привились 18 628 человек. На базе центра «Мой бизнес» организована горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес КЧР» запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаева Черкесия открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии – 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9 до 18.00. Оперативники уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность группы, занимавшейся кражами домашнего скота. В нее входили местные жители 39, 43 и 48 лет. Преступления совершались на территории Черкеска, Карачаевского, Зеленчукского и Усть-Джигутинского районов. Злоумышленники совершали хищение животных с пастбищ и отгонов, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов, преимущественно в ночное время. Установлена причастность подозреваемых к 8 кражам 29 голов скота, в том числе и лошадей различных пород, коров, телят и барашек. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. Информацию комментирует старший следователь Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии Магомед Гачияев. Следствием установлено, что часть похищенного скота обвиняемые забивали и сбывали в течение первых двух дней с момента совершения преступления. С продажей мяса злоумышленники выручили денежные средства в сумме 130 тысяч рублей. В ходе проведения профессиональных профилактических мероприятий в двух фактах местное нахраждение похищенного скота было установлено и возвращено потерпевшим. В качестве меры подставлено принуждение в отношении двух фигурантов избрано заключение под стражу, третьему подписку о невыезде на желающем поведении. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесской республике возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудникам МВД по Карачаево-Черкесской республике проводится работа по восстановлению иных лиц, причастных к участию в преступной группе, а также в совершении обвиняемых аналогичных фактов. Ансамбль «Ридада» Карачаево-Черкесии получил гран-при международного фестиваля Sun City Fest, который проходил в Сочи и собрал коллективы со всей страны. Жюри отметила танец молодежный в исполнении ансамбля как лучший в конкурсе. Кроме того, коллектив стал лауреатом двух первых мест за танец махаджиров и абхазки. Теперь «Ридада» представит Карачаево-Черкесию в финале конкурса «Лидер России в Москве» в декабре текущего года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-32 градуса. В горах местами до плюс 23. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»